Доброго времени суток, уважаемые слушатели вебинара. Давайте мы с вами опять по традиции, вместо того, чтобы писать плюсики, у вас внизу экрана огонечек. Если есть звук и картинка, то нажмите на огонечек. Итак, мы с вами сегодня обсуждаем такую тему, как решаем ЕГЭ вместе астрономические задачи. И это предпоследний вебинар с ЕГЭ, который связан, значит, если дети у нас присутствуют, то по окончанию вебинара попрошу остаться учителей, потому что у нас с вами есть вопрос, который обсуждался буквально часом ранее, именно нового ФПУ. Я все-таки внесу некоторые коррективы, немножечко разъясню, какая ситуация складывается и что происходит. Итак, значит, что мы с вами обсуждаем сегодня? Мы обсуждаем с вами астрономию. Да, одна из самых, ну, таких относительно легких, одно из относительно легких заданий, то есть на протяжении уже трех лет оно у нас присутствует на экзамене, то есть это 18-й год, 19-й год и в этом году, третий раз, в 20-м году будет присутствовать данное задание. Значит, к чему у нас относятся, значит, ну, в начале вебинара в презентации посмотрите здесь ключи к задачам из предыдущего, да, то есть ответы на задание. Значит, если вопросы будут возникать по вот этим заданиям, обязательно обращайтесь, да, пишите на почту, я отвечаю достаточно оперативно. Значит, перейдем к конкретным задачам. Значит, что будут проверять? Это задание номер 24, оно идет как элементы астрономии, и если верить спецификации кодификатора, то это элементы астрофизики, то есть Солнечная система, звезды галактики. Это у нас задание с вами базового уровня сложности, оно дается на множественный выбор, и максимальное количество баллов, которые вы можете заработать, это два балла. Значит, перейдем к начинке, да, то есть из чего данное задание состоит. Если мы с вами откроем кодификатор и посмотрим, да, какие темы входят в элементы астрофизики, то мы с вами увидим, что там Солнечная система, планеты земной группы, планеты гиганты, малые тела Солнечной системы, звезды, разнообразие звездных характеристик и их закономерности, источники энергии звезд. Дальше, современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд, наша галактика, другие галактики, пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной, современные взгляды, настроение и эволюцию Вселенной. То есть, в принципе, если мы с вами посмотрим на учебник астрономии, да, для базового уровня, то мы с вами увидим, что, в принципе, весь курс присутствует. Но, обращаю внимание, да, и для ребят, и для учителей, что введение 24-го задания в Единогосударственный экзамен по физике было обусловлено не введением предмета астрономии в школьный курс, а было обусловлено тем, что у нас с вами данная тема присутствует в курсе физики, в наших с вами рабочих программах. В конце 11-го класса у нас с вами эта тема разбирается. Поэтому нам с вами разработали задание, которое проверяет умение определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле. То есть, значит, для того, чтобы было проще с этим работать, для того, чтобы можно было проще решать, потому что обратите, пожалуйста, внимание на уровень задания. Задание базового уровня. Поэтому мы сразу с вами можем отбросить все сложные астрономические задачи, а в частности, это задачи на расчет склонения, это сложные астрофизические задачи, то есть, где нужно высчитывать прям колоссальные, к примеру, светимость звезды, либо температуру звезды. Этих задачи, естественно, не будет. Плюс ко всему нам с вами по количеству баллов понятно, что двухбальные задания в основном у нас с вами какие? Это задания либо на изменения, либо на установление соответствий, либо на множественный выбор. Вот в данном случае у нас с вами будет присутствовать множественный выбор. Значит, если до этого у нас с вами были задания, где нужно было выбрать два правильных ответа из пяти, то в этом году нам с вами задачу немного усложнили. То есть, теперь мы с вами ищем не два правильных ответа, а мы ищем все правильные ответы. Их может быть два, их может быть три. И здесь самое главное, чтобы вы понимали, как оцениваются данные задания. Значит, оценка происходит следующим образом. К примеру, правильный ответ, там три утверждения будут верными. Вот как сейчас на примерах мы с вами посмотрим. Если у нас с вами отсутствует хотя бы одна цифра, то мы с вами уже теряем балл. Либо, к примеру, я считаю, что у меня не три правильных, а четыре правильных. Как только добавляется лишняя цифра, автоматически считается ошибкой, и, следовательно, снижается на единичку балл, который едет. Ну, давайте посмотрим на то, что нам понадобится. Значит, ну, если с планетами Солнечной системы относительно все понятно, да, то есть это движение планет, это характеристики планет. Единственное, что стоит повторить, это основные характеристики индивидуальные. Каждый из планет, потому что встречаются, мы с вами посмотрим на опубликованных досрочных вариантах, была достаточно сложная задача. То основную сложность у нас, конечно, вызывают звезд. Значит, к основным характеристикам звезд у нас с вами относятся, напоминаю, светимость, температура поверхности, масса и радиус. Значит, светимость – это полная энергия, испускаемая звездой в единицу времени. Это вот такая теория по звездам краткая. Значит, единица измерения светимости – это ваты. Значит, но зачастую у нас светимые звезд выражают светимостью к Солнцу. Так удобнее. Значит, что нужно запомнить? Запомнить нужно спектральные классы, да, цвета и температура. Значит, у нас с вами спектральных классов на единичку больше, да, у нас с вами есть еще N класс, то есть в табличке представлено традиционно 7 классов, но их на самом деле 8. Значит, и здесь, посмотрите, по цветам мы, в принципе, можем сориентироваться. Говорим как? Что чем меньше температура у звезды, тем больше цвет ее уходит в сторону красного, да, чем более нагрета звезда, тем больше уходит в сторону голубого, в сторону белого цвета. Посмотрите, самые горячие звезды – это звезды спектрального класса О, они у нас имеют температуру 20 тысяч кельвинов и цвет голубой. Значит, класс М спектральный, температура поверхности 3000 кельвинов – это оранжевый или красный цвет у звезды. будет очень хорошо, если дети, ребята запомнят, что желтый, и наше Солнце относится к желтым карликам, да, это спектральный класс К, и температура поверхности 4500 кельвинов, в среднем, да, если мы с вами посмотрим. Почему? Потому что вот как раз на светимые, на спектральные классы задач огромное количество, да, и с ними это связано. Сейчас будем смотреть, как. Ну и, наконец, есть уникальнейшая вещь – это диаграмма Гершпшунга-Рассела. Значит, диаграмма была предложена в 1910 году независимо двумя учеными, да, Инаром Гершпшунгом и Генри Расселом. Значит, диаграмма используется для классификации звезд и соответствует современным представлениям о звездной эволюции. Значит, около 90% звезд у нас с вами находятся на главной последовательности, и их светимость обусловлена термоядерными реакциями при вращении водорода в гелий. Значит, как выглядела диаграмма, как она сейчас выглядит, да, для наиболее известных звезд, можно посмотреть. Значит, ей пользуемся, с ней будем работать, посмотрим, как. Значит, для того, чтобы нам с вами было проще работать, скажем так, у нас есть пять моделей данного задания. Значит, модели зачастую могут перекликаться. То есть, ну, к примеру, характеристики планет Солнечной системы, то есть это среднее расстояние от Солнца, диаметр, наклонность и вращение дан, первая космическая скорость. Второй набор характеристик планет Солнечной системы – это диаметр, период обращения вокруг Солнца, вторая космическая скорость. Да, то есть это то, что дано в таблице. Характеристики спутников планет Солнечной системы, соответственно, характеристики ярких звезд и диаграммы Герштонга-Рассела. Всего 5 моделей, ничего нового нет. Смотрим, вот такое задание было предложено в этом году в демонстрационной версии. Рассмотрим таблицу, содержащую сведения о ярких звездах. Выберите все верные утверждения, которые соответствуют характеристикам звезд. Очень важно, чтобы на экзамене были проработаны все 5 утверждений, потому что, так как мы теперь ищем все верные утверждения, а не 2, то нужно проработать все. Первое утверждение. Температура звезды Альфа Центавра А соответствует температуре звезд спектрального класса О. Давайте с вами разбираться, что у нас относится к спектральному классу. Температура поверхности должна быть около 20 тысяч Кельвинов. Поэтому мы с вами находим Альфа Центавра, она у нас в табличке самая последняя, и смотрим на температуру поверхности. Температура поверхности у нее 5730 Кельвинов. Соответственно, мы можем легко сделать выводы, что к спектральному классу такие звезды Альфа Центавра не относятся. Поэтому утверждение неверное. Второе утверждение. Звезда Ригель является сверхгигантом. Значит, вспоминаем, что у нас такое сверхгигант. Значит, сравниваем мы с вами с нашим Солнцем. От справочных данных информация о Солнце дана. И плюс к всему мы смотрим на табличку. Посмотрите, находим с вами Ригель и смотрим, что Ригель в 40 раз массивнее нашего Солнца и в 138 раз больше по радиусу. Да, 138 радиусов Солнца занимает. Следовательно, раз Ригель имеет большую массу и большой радиус, он действительно является сверхгигантом. Поэтому утверждение 2 будет являться верным. Третье. Наше Солнце относится к гигантам спектрального класса B. Значит, тут мы с вами рассуждаем, каким классом. На самом деле, если мы с вами вернемся к предыдущей табличке по температуре, и если смотреть, коллеги, сейчас вернусь по учебникам, то у нас спектральный класс G. Извините, коллеги, перепутал. Не K, а G у нас. Спектральный класс G у Солнца. Значит, поэтому он не может быть классом B, соответственно, температурки не хватает. Поэтому у нас с вами этот ответ тоже будет неверный. Четвертое. Средняя плотность звезды Хириус B больше, чем у Солнца. Значит, как будем определять? Давайте попробуем сравнить плотности между собой. Для этого будем использовать рабочую формулу, совершенно простую. Мы с вами проводим оценки, поэтому ничего сложного в принципе в этом нет. Значит, плотность у нас это отношение массы к объему. Масса у нас с вами даны. Где взять объем? Объем все очень просто. Вспоминаем, что у нас звезды имеют шаридальную форму. То есть берем по умолчанию шар. Следовательно, мы можем с вами сказать, что объем шара у нас 4 третьих πr в кубе. Это к вопросу о том, что нужно учить математику. Эти формулы хорошо помните. Подставляем формулу для плотности. Получаем, что плотность у нас будет равна отношению массы к объему. То есть к 4 третьих πr в кубе. Берем отношение плотности. Расписываем относительно Сириуса и Солнца. Значит, заметим, что в таблице самого задания нам сказано, что масса Сириуса, находим Сириус b равна массе Солнца. А радиус – это одна сотая от радиуса Солнца. Подставляем все данные в формулу. Проводим сокращение. Получаем, что отношение плотности равно 10 в шестой. Значит, получаем, что утверждение верно. То есть плотность Сириуса у нас с вами больше, чем плотность Солнца. Можно также это сделать. Один из таких лайфхаков – посмотреть по средней плотности по отношению к плотности воды. То есть там можно проверить таким образом. Сэкономим время, но тут нужно понимать, как мы с вами это делаем. Если не уверены, распишите. Расписать на самом деле очень просто. Мы с вами получаем, по сути, отношение кубов радиуса. Значит, смотрим последнее, пятое. Звезда Эпсилон-Вознечего b относится к звездам главной последовательности на диаграмме Гиршпрома-Рассела. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот тут очень часто получают замечания, как правильно говорить, Рассел или Рессел. На самом деле, какие-то астрономы говорят Рассел, а какие-то астрономы говорят Рессел. Принципиальной разности нет, потому что фамилии интерпретируются совершенно по-разному. Значит, и так, и так будет правильно. Значит, запомните, для большинства звезд главной последовательности характерны радиусы от 1,1 радиуса Солнца до 10 радиусов Солнца. Но среди звезд главной последовательности есть и те радиусы, которые не лежат в указанном промежутке. Значит, для однозначного понимания положения звезды на диаграмме необходимо знать ее температуру или спектральный класс. Да, то есть тогда мы с вами будем понимать, лежит на главной последовательности, либо нет. Значит, поэтому, ну вот я сделал каким образом? Посмотрел на диаграмме Гешпрунга-Рассел. Естественно, на экзамене у вас ее не особо будет. Поэтому оцениваем с вами и радиусы, и температуру. Вот посмотрите, на главной последовательности у нас, если мы с вами посмотрим по радиусам, основная масса будет лежать как? От 0,1 радиуса Солнца до 10 радиусов Солнца. Но верхушки-то у нас есть, то есть зачастую может выйти. Давайте с вами посмотрим. В задании дается так, чтобы это было сделать просто. Не чтобы мы с вами искали горлитературы и вспоминали огромное количество данных. А мы с вами смотрим. Значит, звезда Эпсилон-Возничева у нас имеет радиус 3,5 радиуса Солнца. Следовательно, мы с вами можем утверждать, что она лежит на главной последовательности. Самое главное запомните, что большинство звезд у нас лежит на главной последовательности. Если имеет радиус от 0,1 до радиуса Солнца, до 10 радиусов Солнца. Пятое утверждение тоже верно. Получается ответ 245. Как проводится оценка? Смотрите, если вы нашли 24, но не указали пятерку, к примеру, то тогда у вас один балл снимается. То есть одна ошибка равна одному баллу. Вычитается, вернее, один балл. То есть вы должны понимать, что если у вас три правильных ответа, то тогда вы должны, чтобы получить хотя бы один балл, сделать два задания. Два конкретных задания. Найти два утверждения. Вот теперь переходим к тому, что было на досрочке в этом году. То, что ФИПИ выложила на сайте. Значит, посмотрите, рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы. Выберите все верные утверждения, которые соответствуют характеристикам планеты. Значит, какие характеристики нам здесь с вами представлены? Это диаметр в районе экватора, период обращения вокруг Солнца, период вращения вокруг оси и вторая космическая скорость. Да, то есть, в принципе, такое задание уже три года, как известно. Но тут есть некоторые, опять же, нюансы. Значит, первое задание. Ускорение свободного падения на Юпитере примерно равно 59,54 метра на секунду в квадрате. Значит, запомните лайфхак номер один, скажем так. Вспоминаем формулу для расчета первой и второй космических скоростей. Да, то есть, мы с вами видим, что первая космическая скорость – это корень квадратный из произведения ускорения свободного падения на радиус. Вторая космическая скорость отличается в корень из двух раз. То есть, это корень из двух умножить на первую космическую скорость. Значит, обращаем с вами внимание на таблицу заданий. Значит, по условию вторая космическая скорость на Юпитере равна 59,54 километра в секунду. Значит, если мы с вами подумаем, то из формулы для второй космической скорости видно, что совпадать численное ускорение свободного падения и вторая космическая скорость вряд ли могут. Да, потому что, во-первых, у нас с вами разные единицы измерения. Во-вторых, у нас с вами корень, да, то есть, зависимость идет от корня. Причем еще задваивается, если мы говорим о второй космической. Поэтому, если вы видите, что у вас какая-либо из космических скоростей равна ускорению свободного падения, этот ответ уже автоматически неверен. Да, то есть, но если вы хотите, вы, опять же, можете использовать формулы и все это совершенно просто посчитать. Значит, вот попробуйте проверить данное задание, доказать, что оно неверно. Получите из формулы второй космической скорости формулу для расчета ускорения свободного падения и, пользуясь таблицей, рассчитайте. Да, то есть, у вас все данные, они по сути даны в таблице. Да, то есть, радиус можно получить из диаметра. Второе. Объем Нептуна в 10 раз меньше объема урана. Значит, ну тут мы с вами работаем опять с геометрией. То есть, это отношение объемов двух шаров, объем равен 4 третьих пир в кубе. Значит, берем отношение объемов. Желательно, на самом деле, вывести через диаметр. Также, если мы с вами выведем через диаметр, мы с вами получим отношение диаметров в кубе. Значит, если мы с вами посчитаем, то диаметр Нептуна относится к диаметру урана как приблизительно 0,97. Следовательно, возведем это в куб, получим что-то приблизительно 0,9. Значит, утверждение неверно. Пока вижу краем глаза, пишет коллега, что сложно, много математики. Действительно, астрономические задачи, они неприятны тем, что тут математика присутствует. Значит, третье. Марс в два раза быстрее вращается вокруг своей оси, чем Земля. Значит, как решается задание подобного типа. Значит, мы с вами смотрим период вращения вокруг своей оси. И мы с вами видим, что сутки на Марсе у нас примерно равны Земле. То есть, скорость вращения Марса вокруг оси примерно равна скорости вращения Земли. Значит, поэтому утверждение будет неверно. Верно. Четвертое. За Марсианский год на планете проходит примерно 670 марсианских суток. Вот это вот на самом деле задание, оно новиночка. Да, потому что таких заданий мы пока не особо решали. Значит, как мы с вами делаем? Первое, на что обращаем внимание, что в таблице период обращения вокруг Солнца указан в земных сутках. Следовательно, для того, чтобы узнать, сколько марсианских суток проходит за Марсианский год, мы с вами разделим длину марсианского года на длину марсианских суток. За марсианский год у нас проходит примерно, подставляем, берем данные с таблицы, период обращения вокруг Солнца 687 суток, умножаем на 24 часа, потому что это земные сутки, и делим на 24,61 часа. Получаем с вами приблизительно 670 суток. Поэтому утверждение на 4 будет верно. Пятое, первая космическая скорость для спутника Сатурна составляет примерно 25,1 км в секунду. Тут нужно помнить, что нам с вами дана вторая космическая скорость, нужно найти первую космическую. Они отличаются в корень из двух раз. Поэтому, для того, чтобы мы могли с вами найти первую космическую, мы с вами что делаем? Мы берем и вторую космическую делим на корень из двух. Приблизительно посчитаем, получим 25,1 км в секунду. На экзамене калькулятора возможно, то есть можно использовать, поэтому устно никто считать не заставит, можно посчитать. Правильный ответ получается 45. Второй вариант досрочного экзамена был практически аналогичен. То есть, посмотрите, первая космическая скорость для спутника Венеры составляет примерно 7,33 км в секунду. Мы с вами сразу вспоминаем такое задание с предыдущего варианта и находим первую космическую по второй космической. Получаем, что первый ответ у нас верный. Второе утверждение. За один юпитерианский год на Венере проходит 19 венерианских лет. Заметим, что в таблице период обращения вокруг Солнца указан в земных сутках. Для того, чтобы узнать, сколько венерианских лет проходит за юпитерианский год, мы с вами делим длину юпитерианского года на длину венерианского года. Для этого мы с вами делаем что? Смотрим с вами. Значит, 11 мы с вами умножаем на 365 суток. Прибавляем еще 365 суток. Почему? Потому что, повторюсь, все дано в земных сутках. И делим на сутки по Венере. 224,7 суток. Получаем приблизительно 19. Утверждение верно. Значит, оставшиеся три утверждения, они у нас аналогичны тому, что было в первом варианте. Чтобы нам с вами время особо не тратить в презентации. Потом посмотрите, они неверны. Значит, тут дается чисто математическое. Единственное, что пятое утверждение, посмотрите. Юпитер движется по орбите почти в три раза медленнее, чем Сатурн. Очень интересное задание. Почему? Потому что такое мы тоже обычно на уроках не разбираем. Значит, период обращения планеты вокруг Солнца мы как можем рассчитать? Ну, в очень, скажем так, по оценке. Это 2PL, деленное на V, где LN у нас это расстояние от Солнца до планеты. Но это по усредненному, если мы с вами будем брать, по окружности. Чисто оцениваем. Откуда скорость мы можем рассчитать? Как отношение 2PL на период обращения? Значит, отношение скоростей Юпитера и Сатурна равно вот такому выражению. Подставляем и упрощаем. И мы с вами можем сказать так, что период обращения Юпитера примерно в три раза меньше периода отношения Сатурна. Отношение расстояния до Солнца неизвестно. То есть, если мы с вами периоды можем сравнить, то отношения мы с вами как... К примеру, я вот не помню расстояние от Юпитера до Солнца, от Сатурна до Солнца. А на экзамене, к сожалению, в таблицах этого нет. И справочных данных вы этого тоже не найдете. Поэтому, если вы видите такое задание, в котором у вас реально не хватает данных, а такое может быть, как бы попалось на досрочке в пятом задании, то это утверждение автоматически является неверным. Вот тут нужно внимательно смотреть, какие данные вам даны. Если такая штука попадается, то тогда вы сразу можете оставить совершенно спокойно, что это утверждение неверно, и идти дальше. Значит, таким образом ответ у нас получается во втором варианте 12. Диаграмма Гиршунга-Рассела. Значит, на рисунке представлена диаграмма. Выберите два утверждения о звездах, которые соответствуют диаграмме. И в таблице ответа укажите их номера. Значит, звезда Батталгейза относится к сверхгигантам, поскольку ее радиус практически в тысячи раз превышает радиус Солнца. Значит, линии на диаграмме, соответствующие тысяче солнечных диаметров, находятся в области сверхгигантов. Поэтому, действительно, Батталгейза относится к сверхгигантам. Что мы с вами делаем? Мы с вами берем и анализируем то, что нам дано. Нам сказано, что радиус Батталгейза в тысячи раз превышает радиус Солнца. Смотрим 10 в третьей степени по радиусам Солнца, то есть на диаграммке это есть. Проводим с вами косую прямую, они проведены, и смотрим, относятся к сверхгигантам или не относятся. Естественно, мы с вами видим, что относятся. Поэтому первое утверждение будет автоматически верно. Второе. Жизненный цикл звезды спектрального класса К, главной последовательности, более короткий, чем звезды спектрального класса Б, главной последовательности. Значит, из диаграммы мы с вами видим, что звезда спектрального класса К, мы с вами прямо правой смотрим на низ, внизу диаграммы спектральной класса у нас отмечены. Значит, что мы можем сказать? Что из диаграммы видно, что звезда спектрального класса К имеет сравнимую с солнечной светимостью. Значит, а светимость звезды спектрального класса Б, главной последовательности, в тысячи раз превышает солнечную. Просто проводим вертикальную, скажем так, черту вверх, смотрим на промежутки именно по левой колонке по светимости. Значит, звезда спектрального класса Б быстрее тратит свою внутреннюю энергию и имеет более короткий жизненный цикл, чем звезды спектрального класса К. Поэтому это утверждение неверно. Звезды-сверхгиганты имеют очень большую среднюю плотность. Значит, ну, как видно из диаграммы, сверхгиганты имеют диаметры от 100 до 1000 солнечных диаметров. Значит, это значит, что их объемы миллионы и миллиарды раз превышают объем Солнца. А что мы с вами знаем? Что при массе в десятки и сотни масс Солнца сверхгиганты имеют очень низкие средние плотности. Да, поэтому утверждение становится неверно. Четвертая звезда Денебра имеет температуру поверхности 8550 кельвинов и относится к звездам спектрального класса М. Значит, мы с вами смотрим на диаграммочку, находим поверхность по шкале температуры 8500, да, и смотрим, просто опускаем, скажем так, вниз, проводим прямую, можно с помощью линейки это сделать, и определить, что к спектральному классу М у нас с вами относятся какие звезды? От 2 до 3,5 тысяч кельвинов, условно, да, ну, никак не 8550. Следовательно, ответ тоже будет неверным. Ну и, наконец, звезда Эридана относится к белым карликам, поскольку ее масса составляет половину массы Солнца. Смотрим. Звезда Эридана действительно относится к белым карликам, да, то есть тут проблемы никакой. Пятое задание аналогичное, просто нужно посмотреть на диаграммку, да, и с ней поработать. Значит, для того, чтобы вы могли отработать вот эти задания, мы опять задания собрали, то есть тут несколько задач разных формаций, да, то есть на звезды, на планеты и на утверждения. Значит, у нас с вами остался в ближайшее время последний вебинар, да, то есть на следующей неделе это у нас будет решение сложных задач, он будет большим и громоздким, потому что мы с вами решаем именно сложные задачи, да, то есть это последняя задача, вторую часть. Значит, там мы с вами посмотрим и типовые ошибки, какие обычно допускаются, да, что забывают дописать при решении, и мы с вами посмотрим наиболее интересные задачи, которые встретились. Вот в этом плане очень показательным был досрочный вариант, то есть там было, там есть свои нюансы. Значит, вопросы пока можете оставлять, значит, коллеги, теперь к вам. Значит, вышел недавно приказ, да, майский о изменениях в федеральном перечне, значит, и по этому приказу получилось огромное количество вопросов, да, то есть там был вопрос по учебникам Пёрышкина, которые вы были из перечня, да, как вот писали и пишут очень многие, даже в средствах массовой информации я это находил, и многие учебники. Значит, я у вас попрошу немного времени, потому что мне нужно проанализировать данный приказ, и юристам, издательствам нужно это сделать, посмотреть, да, потому что вот, к примеру, час назад был вебинар, и непонятно, что этот приказ отменяет, что этот приказ не отменяет. Почему? Потому что там есть три интересные графы. Первая графа там была, изменения, которые вводятся, да, но технические ошибки, вспомните, в 2018 году у нас это было с учебником Буховцева-Мякишева, когда он в ФПУ был как базовый, а учебник вы получали как базовый углубленный. Значит, вот сейчас эту ситуацию проанализируем, как только, да, будет ответ, я думаю, в начале следующей недели. Я вам на электронные почты, вашим методистам в Институте развития и образования, в методические центры, я сброшу эту информацию вам для рассылки. Если что, эта информация будет на сайте в графе физика, да, в предметной графе. Почему? Потому что я понимаю ваше переживание и ваше возмущение, но я вам еще раз повторяю. Я это повторял весь последний год на наших очных семинарах, мы с вами не раз встречались, и я это говорил, что и главные редакторы эту тему затронули о правообладателях, да, и что ситуация с Пёрышкиным очень сложная, в том плане, что учебник Пёрышкина был, сменил издательство, по сути. И я вам говорил, и в презентациях, если вы посмотрите по тому, что было в научных семинарах, там это есть, что если меняется издательство, значит, учебник должен заново проходить экспертизу. Следовательно, он бывает из федерального перечня. Говорил миллион раз. Что касается того, если он действительно выбыл. Пока ситуация не ясная, но если он сейчас прямо вот действительно этим приказом выбыл. Во-первых, я еще раз напоминаю, что первое, вы имеете право доработать как учителя, да, то есть довести до конца линейку, вот он есть, 7-9, вы начали вести в седьмом классе. Работайте спокойно до девятого класса. Вы имеете на это полное право. Дальше вспоминаем 18-го года ситуацию, когда у вас была какая штука? Учебник, к примеру, выпал, да, из перечня, а только-только закупили. Хорошо, вам поставили, вам министерство дало определенные рекомендации, что вы можете работать по нему еще три года. Да, это нормально. То есть ничего страшного. Сегодня главные редакторы обратили ваше внимание на то, что будет, на то, что, сколько можно пользоваться этими учебниками. Да, Надежда Борисовна об этом говорила, что есть министерские прямо вот распоряжения вот этого, то есть документы. Все документы, коллеги, прикреплю, чтобы вы могли на вот это опираться. Ну и, наконец, было очень много вопросов в чате, на что переходить, если перышки исключен. Коллеги, много раз вам говорил, что схожий учебный план, чтобы вам не приходилось перестраиваться, имеет учебник Громова. Я не так просто вам постоянно говорю об этом на вебинарах, не для того, чтобы чем-то занять время, а потому что действительно вам не придется перестраиваться и перестраивать методический аппарат. Да, немножечко изменится язык, да, потому что мы с вами привыкли к языку перышки, но давайте откровенно. Мы же не будем с вами, вот мы ходим в обуви, да, определенное количество сезонов, мы же не будем до старости в эту обувь ходить. Не будем, причем потому что учебники модернизируются. Да, и вот все учебники сейчас, которые есть, наиболее такой, на мой взгляд, чисто учительский, не взгляд методиста, а чисто как учителя, Громов был бы мне очень полезен. Плюс ко всему мы с вами обсуждали вопрос про технологические карты, да, которые к нему есть, и это еще одна помощь. Да и у вас, сколько я знаю учителей физики, это достаточно уникальные люди, которые вроде бы имеют учебник, да, вот есть там, ну, предположим, учебник Пёрышкина, а ведут все равно как физику, да, то есть, неважно, мы работаем с вами все равно не по учебнику, мы с вами физики в первую очередь. Поэтому, если все-таки есть угроза того, что вам нужно будет переходить, проще всего перескочить вам будет действительно на Громово. Более того, есть огромное количество других линейок. Рано или поздно с Пёрышкину все равно придется уйти, да, об этом вот эту мысль я до вас доносил последние два года. И вот сейчас такая вот ситуация проблемная вырисовывается. Поэтому мы с вами подводим итог, мы ждем, я анализирую документы и все это рассылаю, чтобы у вас это было, чтобы вы были спокойны. А вы можете мне пообещать одну вещь, что вы залезете на сайт медиатеки просвещений, пока есть бесплатный доступ, посмотрите учебники Громова. Посмотрите методический аппарат. Рабочие программы я сбрасываю. Если вам нужны они дальше, я вам еще раз сброшу их. Главное, напишите мне на почту. И просто посмотрите, насколько удобно пользоваться. Что устраивает, что не устраивает. Потихонечку изучайте другие учебники. Для чего, еще раз повторяю, ситуация очень серьезная и переходить все равно придется. Рано или поздно. Потому что пока у нас вот такие непонятные приказы идут, к примеру, может выйти нормальный полноценный ФПУ, от которого мы просто упадем в упор. Это не от нас, к примеру, может зависеть. Поэтому, для того, чтобы было вот это все, пишите, задавайте вопросы. Если кому нужны, еще раз говорю, рабочие программы и ссылки на учебники в медиатеке, которые сейчас есть, пишите мне. Я вам в письме это все вышло. Так, есть ли вопросы? Сертификаты. Это онлайн-урок. Обращаем внимание на то, что у нас вначале написано онлайн-урок перед тематикой. Так, если вопросов нету, коллеги, то до встречи на будущих онлайн-мероприятиях. Мы с вами, все вам документы, все остальное я вам, естественно, как обещал, скину. Спасибо большое за внимание. До свидания.